Друзья, коллеги, сегодня мне была честь приветствовать вас в этом зале на нашей ценности и здоровье. Мы с вами собираемся в таком формате, как говорится, межценностном в последний раз, потому что наш проект покоит к концу. Я думаю, ценность здоровья, она отличная сегодня близка каждому из нас, и мы увидим много знаменатов, в том числе в конце немного расскажу я о том, что я думаю про здоровье. Поэтому мы ожидаем область внимания, и мы ожидаем, что после сегодняшнего дня, нашей выгодной конференции, вы уже никогда не будете прежними, вы будете думать о здоровье, и вы будете после сегодняшнего дня только здоровьем. Ура! Я не хочу настолько быстро, что мне просто хотелось сказать, что практически год назад вот это все началось. Знаете, мы прожили в проекте уже практически сроку. Я вам сейчас скажу одну интересную речь. Не знаю. Буквально три дня назад я выступал в первой компании «Крэйсон Могер», в крупнейшей в мире, бывающей компанией. В России продают масла перед дистрибунторами. У них нет своей сети, они продают все через дистрибунтор. И моя, мне вызывает у меня директора, я слышал, что мне очень хочется, чтобы они что-то в них изгиблили. Я вспомнил, вспомнил «Живь, наше здоровье здоровье». У меня было примерно четыре слайда. Первый, про то, что я вообще не делаю в жизни. Именно уже 50 минут. Второй, кому они могут отдать свой бизнес. Третий, вообще зачем они сюда пришли. И четвертый, я нарисовал, кого тут у меня. Я говорю, а у вас с ним здоровье, мы все подумали. Поэтому, я думаю, что такое весело мы можем сегодня начать. Действительно, это предпоследняя наша ценность. Ну, как бы и не хотелось отправить к бизнесу, но и мы в мире, в секционное завершение. Все хорошее, когда я не знаю. Да, прокачиваем последнюю. Да, предпоследнюю ценность. Невероятно приятно, потому что сегодня здесь опять собрались вы, мои друзья, и с другой стороны, мои друзья. Я каждый раз открываю вам какие-то свои шкатулку, из которой достают чудесных людей. И сегодня этим чудесным человеком у нас будет Сергей Митрофан. А сейчас этот человек не еггер. Да. То есть, понятие брендинг, ну, это, наверное, и Сергей, это одинаково. Я помню 2012 год, когда я только запустил проект Безинзатор, и для меня было вообще необычно что-то делать такое. Я каким-то случайным образом, мы где-то были знакомы, а, вспомнил, мы сидим на лекции Сколка. Заходит Сергей Митрофанов, как госпитер, начинает рассказывать, я такой подхожу, ему говорю, а вы знаете, мы с вами в друзьях на фейсбуке. Как вы думаете, что Сергей ответил? Мы не в друзьях, мы просто френды, а это большая разница. Я надеюсь, тебе просто вы друзья, и вот огромное спасибо, что ты здесь. Сегодня будет офигенная презентация, просите за этот вопрос. Называется «Работы больше нет». АПЛОДИСМЕНТЫ Доброго. Доброго. А надеюсь, ты себя узнали. Да, я себя узнал. Ну, давайте познакомимся, чтобы было понятно. Роман уже все рассказал про меня, я давно уже, единственное, что я настолько старый, что мой первый проект в банковской сфере был дать кредитных карт в Северо-Западе России, я работал в промышленном банке, сам теперь тут, сейчас я буду в Северо-Западе. В департаменте, в департаменте маркетинга, я начинал делать маркетинговый маркетинг, потом я в Северо-Западе работал, в Северо-Западе финансового диска, я помню первый отчет, точнее отчет 1991 года, когда банк написал на выпуске на 627 карты, много, и наши достатки на 627 карты, карточки составили минуты 200 долларов. Северо-Западе было давно, многое поменялось за это время, я просил работать в компаниях, решил создать работу на себя, на самом деле это помогла история, которая произошла в 2019 году, помните, да, что было в 2021 году, а работа не было, я помню. В этом случае, когда уже с хорошим опытом, с связями, как принято, то есть у нас в России, с образованием европейских, я пришел к своему другу, специалист в области дефекции в Северо-Западе, который подбирает только еще, как в Москве, 2 часа, он сказал, какой ее умный, хороший, красивый, добрый начальник. Нам не сказали, что за 5-2 дня, либо полгода искать работу, либо полгода искать клиент. Как вы думаете, что я выбрал? Я считаю, что это проще, интереснее и выгоднее более того. Сейчас у меня своя компания, я являюсь шерсткой, мы ждем в сети шерсткой компании Redline. В этом, можно сказать, в интернете достаточно публичный реактор для общения, поэтому отправляю вас туда. А сегодня у нас с вами достаточно интересно обсуждать, мы поговорим немножко о будущем будущем, общающем ютубе. Я думаю, что вам не интересно, потому что там все поменять невозможно, кроме того, что стереть его полностью свою память. Я думаю, что вы не понимаете, что это написано на освобождении. Я спрашиваю, что это зеленая честь. Архитектно вы все понимаете, единственный вопрос, как в этом всем ритмикс развиваться, как делать так, чтобы то, что я делаю, было успешным, полезным и ценно. Мне привезло последние восемь лет, я еще работаю в следующей мастерой, с технологическими стартапами, в том числе и фитнековским. И я вижу, насколько это все меняет то, что раньше было достаточно привычным и спокойным. Последние годы я интересовываю темой, связанной действительно с развитием новых форматов технологических, точнее темой, которую я называю реалистичным. Меня интересует то, как будет жить человек, где место, в экономике, которое человек не может. Но, знаете, будем быть чертами от краевок, да, развитие наших данных искусственной интеллектрии и машинного обучения делает это практически ненужным при перцептах дороже. Большое количество функционалов банковского, финансового сфера, может быть, убрано в большие компьютеры и так далее. А офисы сокращаются, тюрьмая игрушка Олега Кинькова, цифровый банк, который нет офисов. И вообще нет понимания, что есть люди на земле. Заводят многих, сейчас, в банк открытие и, может, вероятно, отчасти, в последних случаях, где же это человек. Семьде на все к этому удалось то, что те, которые мне нравятся два года назад, это один из неудачных момент стартапов только провалился. Но для этого стартапа была очень простая. Сократить 30% рабочих и экспортных компаний, и дальше не будет возможность работать. И зарабатывать больше, чем они имели на своем рабочем месте. Простейшие функции, которые выделились каждый день. Презентации, физические переводы, какие-то работы с детствами, с информацией и так далее. Во всяком случае, проект не взлетел. Это хорошо. Меня он научил. Научил приобретение к тому, что современные технологии начали выбрасывать людей из нас из своих мест. Подобное прорыв экономический был всего-то 200 небольших лет назад. Когда мы решили дестерилизацию, в результате дестерилизации, когда ручная работа стала доделяться машинам, но до такой сведения, для которой сегодня это происходит, такого нет. Действительно, вопрос, что будет с человеком, когда многие функции будут автоматизированы, на первом месте сейчас залезут не только. Нам есть с вами последний, крупное рассуждение, искусствия Илона Маска, искусствия в России, насчет, что должен владеть искусственным интеллектом, насколько эта опасность находится в руках одного человека. Во всем случае, это очень важно, маме устоит. Искусственный интеллект, если вы развиваете, вы знаете, кто это писал? Я подумал, как. Вы не знаете? Вы не увлекаетесь искусством? Матр этого года, Google сразу же заявил, что искусственный интеллект, который пришел с рисовать. Так, это основал искусственный интеллект. Google смог научить машину рисовать на уровне пяти, четырехлетнего, хотя бы пятидесяти летнего человека, который вырос в рисовании, для начала это делать. А в этом случае, уже машина, она уже важна. Территория – это искусство, творчество, которое, счастье показывает, что потом человек. И все мы делаем, чтобы не превратиться в препятствий, а случается качественного человека в препятствии машины, когда мне заявляет специалист, в очереди авиабанка, у вас, в ваших данных нет компьютера, да, я чувствую себя в препятствии машины. Это, наверное, большая опасность, потому что, действительно, я в этом году думаю, что нам остается в мире машин, это, в первую очередь, творчество. Созидание, создание нового. А теперь у меня побудило думать дальше. Она написана по предпринимателям на историю Невой Долины, которые рассуждают о новых возможностях. Самое главное, что рассуждают о новых возможностях. что рассуждают о новых возможностях, скажем, кто здесь сегодня собранит, потому что вы приезжаете десятки тысяч людей, которые иногда пока не знают и не задумываются, и не стараются не думать. «Те, что происходит сегодня», называется, подним словом, «цепровая консервация бизнеса». Она, как говорится, сейчас уже отполнена на уровне трудных корпораций, она происходит везде, это не просто устранство в большинстве комплектов и предложения, это просто прекрасное сведение того, как работает человек. Я недавно был проект, связанный с автоматизацией труда, рабочих на металл, металлообрагающих предприятий. Современные станки, которые работают на промышленных предприятиях, они намного эффективнее, чем человек, потому что человек всегда свой качество и производительность этих станков, невозможно поменял что-то, невозможно провел ТО, невозможно посмотрел, и процесс останавливается именно за человеком. В ближайшие статистика, она очень хорошая, она мне нравится, потому что она будет правильным предпринимательством в мире. В ближайшие пять лет в развитых экономиках, это статистика США и Евросоюз, на этой экономике более 10% способного сведения будут самозаметаны, они не будут верить. от основания. Офисы рабочего места, задачи трудовой книжки, это будут предприниматели, которые будут жить за счет способностей создавать ценность и ее напрягать клиентам. А к началу 30-х годов, в мире более 1 миллиарда способных людей, будут удаленные сотрудники, есть такое понятие, справы и решения, и так далее. Более 1 миллиарда, это от основного сведения, примерно 3. в мире, в мире в насахарщика США, 1 миллиарда, аэтихиума, бродица, и так далее. То есть, как настанет предъявлены экономический деятельность. Вот мне, как это сказали, в инфопринике, сту plateaux с пикцессордах. А что же делать? А как и странно, задумываться надо первым, девушкой, тем, по 9-му, в Днём бузы, недавно общался в Казани Ваши знания автоматически не нужны и будут автоматизированы только раз на уровень, если вы думаете о каких-то аналитических проектах и так далее. Потому что, действительно, давайте додумываемся клинические проекты и это придет, насколько идем в процесс автоматизации экономических процессов. Да, у нас пока уголковский учет больше искания, и нам надо настраивать правильность в нашем отделе. Есть много вопросов для тех, кто сейчас учится. Если у вас есть дети, у которых 15-14 лет, то надо правильно учиться. Это тоже вопрос, не просто задача для нас с вами, просто вступать на тему «А как будет дальше?». Единственный плюс, сегодняшняя программа экономики серьезно двумялость в прошедшие буквально 5-10 лет. Если правила игры в экономике индустриальной экономики 20-х лет были большая рыба или маленькая, то как вы думаете, какие правила игры на сегодня в экономике и бизнесе? Маленький отщипывает у больших. Маленький отщипывает у больших. Маленький отщипывает у больших. Словно, как вы думаете, это, что у больших ремонта с том, что она не хочет умереть. Это просто, что рыба будет дешевле. Быстрая рыба, если нет дешевле. Это видно на многих и многих проектах, которые сегодня появляются. Самый яркий проект связан с авоксаблилизация, например. Но, чтобы дороже, вот этот формат экономики дает очень интересный экономический результат. Я выступал в марте в Сибири, владел в юбористике, когда я работал с этой темой, когда я начал рассказывать, я получил статистику. Интересная статистика по Испании. Самозанятые люди, то есть если раньше я работал с сотрудником компании, ушел в курсан, стал делать уже как самостоятельный игрок, самозанятые получают на 15-20% годового счетчика, а кто-то больше. На 15-20% зарабатывают больше. Потому что это Испания, это не благополучная Германия, Франция, или, я понимаю, себя страна, или не Средиземенных Штатов, это Испания. Очень благополучная, с высоким уровнем безорудованности среди молодежи, почти треть и так далее. А это у нас возможности, это очень прекрасно. Все-таки у него есть личность. А почему я додумался о нем, почему я говорю, и пытаюсь разобраться, как это живет. И объяснить, что это наша способность развивать свои навыки. Представляете, когда он любил проект СОУ, о стартапе, который мы сделали, мне очень интересно было удивиться. А существует данная система. Или точнее, навыки, умение, запросов. Как он, в принципе, сейчас нервисует в рамках большого количества навыков компания, допустим, проект Ютуб. Слушайте, как его? Слушайте, да? А кто-нибудь зарабатывает на него? Я не скажу, что он говорит, да? А вы, кто-нибудь зарабатывает? А почему вы стесняетесь? это нормальная ситуация? звонили уже, да, отлично уже есть человек, который готов работать в Умбрии но сегодня мы были не только профессиональные таксисты я встретил женщин я взял опыт хороших макрощук под каждым моим сезон разговаривали, что у меня не сезон надо как-то жить я подрабатываю я люблю кататься, поэтому мне приятно кататься с людьми они еще мне за это деньги платят за то, что я с ними общаюсь то есть меняется подход, да это говорит человек, это у меня 20 лет и он, есть и я, дети где-то в ближних сороках все интересный взгляд то есть люди пытаются перераскивать до себя, перераскивать свое место да, она тут принимает, она будет, наверное у меня есть сезон, она принимает, что надо забыли, просто прекрасно работать вот это тоже интересная возможности во всяком случае, это разные совершенно территории начиная от классического и внешненческого развала поделки то, что руками было и что? у каждого и у каждого есть подруга с друзьями, которые варили и было очень нефекально это тоже попытка найти с того или иного и внешненческого и даже из этого понятия софтбвера как раз в машине программирование как и внешненческого индустрия заработает в связи с медициной и так далее тоже, слава богу, пока как мы роботов не доверяем гостеприимствую я думаю, что очень долго будет на территории человека очень интересно, вопрос данных информации, смотря на то, что мы по машинам учим, но сегодня нужно огромное количество людей если вы думаете что машина должен это машина самоучиться это неправда это себя люди которые объясняют машине как поднимать те реалии и несколько навязок я считаю, что есть это этап, который мы пытаемся научить машину, чтобы познавать эмоции и социальности так вот у нас команда психологов студентов 1-2 которые говорят вот это он улыбнулся это он расстроился когда знакомый спрос на специалиста который способен объяснить когда машина научится вы понимаете, да? с другой стороны по данной информации культуре и искусство но я очень верю что, несмотря на то, что гугл научил рисовать компьютер все-таки мне будет нравиться каким же рисунком наших детей внуков надеюсь, там потому что обещают, что мы будем жить доставить 10 лет следующий поколение советских людей будет доставить 10 лет вот кто-нибудь все так действительно сталкивается с большими проблемами так самая компания Uber как-то символ на самом деле нового подхода нового взгляда в экономике он сталкивается с безумными проблемами недавно с точки зрения до Лондона пришел запретить Uber и здесь вопрос силы экономической модели жители Лондона начали собирать петицию это неделю назад я делал запрешок даже больше 750 тысяч жителей Лондона писали по тем, что им мотыли Uber проекции а вы представляете, что еще 5 лет назад этого не было 5 лет назад мы на различных пинчерс-натапах дружили компанией которые пытались оказывать торсить мобильные приложения человек какой-то враг будет в смартфоне оказывает торсить просто выехать на улицу поднять руку через 5 минут тебя становится маленьким 5 лет всего многие из нас не помнят телефон и не знают телефон компании даже не парится я знаю что есть группа и парам поэтому семьи было плохо и что самое интересное говоря об этой самозанятности о развитии философии экономических запросов и локализации кедром становится носителем навыков вот эти люди которые приходят к вам встречают вас в машине делают вам ремонт какие-то решают вопросы тогда эти люди являются носители прицепы которые вы обязаны навыков это часто я говорю попробуйте найти себе тот навык который может вам быть полезен умеете делать что-нибудь хорошо можно вспомнить детство у меня про познавание я механик в области проверки системы сантехнику проверял долго получилось в таком случае могу пойти на нижнем уровне в виду а я еще умею играть на гитаре приходишь встречают то есть попробовать найти себе это очень сложно зачастую для людей которые проработают много компаний и вот будет ну возможно есть вот они позволяет создание своей работы И что нужно для этого? Больше смысла. Это не просто механическая работа. Я сам определяю смысл, который я закладываю в том, что я делаю. Больше свободы. Да, я могу работать в то время, когда я делаю. Интересный проект. Тоже красоты, знаете, какой будет? Себя. Ее надеялись даже в Бурковке. Очень интересное предприниматель. Он меня учил в статусской программе, а потом занимался программами, в основном. Вот в основном, что красоты, он долго думал, что мастера, стилисты, я уже принимаю, чем я говорю, парни меньше, отдают достаточно свободы. Но ему нужно место, где я не буду встречаться с приемом, потому что уже надоело на плавный металл, да? Так вот, красоты рассматриваются, как место встречи приема и стилиста, где ему долго встречаться. Комфортная установка, качественная погода и так далее. Совершенно иная концепция салона. По статистике, что это санта-френчин свердит своим мастерам, которым они будут обслуживаться. Но в формате, салон не как неприятный мастер и клиент, а салон, когда вы приходите и поддерживаете атмосферу, которые дают возможности, да, в мастер-залоне будет больше, больше свободы, не обязательно клиент приехать через весь город, у мастера, в мастер-дведи, комфортный салон работает вместе, но и смысл, конечно, больше, больше ценностей в такой ситуации. Что делать? Почему? Какая дорога к успеху в руководке самозанится? Вот этого милого и резкого человека, который выливает? Первая очередь, это то, что называется «embrace technology» на английском языке, «пудемить технологию». Поделать, что они вам помогут. Попробуем, это же русский язык, это не плотно. Попробуем, что они вам помогут. Технология – это не урага, не дает возможности вам сказать себе, не дает возможности вам найти клиенту, не дает возможности вам спланировать студии, и так далее, планировать свой завод, конечно, в счет технологии. Это добро. Если вы к минимуму возрасте. Если вы не имеете, что-то возрасте, это может быть вам повредит. Ну, предлагают свои стартапы, буквально через неделю пропускают стартап для самозанятых людей, предпринимателей, которые позволяют, я пошел, по аналогии, с ТОИБе красоты, найти рабочее место, не в кафе, сюда с вай-файом, а построить в изящном кофе, собраневать место на пару часов, где можно прагнуть. Сейчас сидел здесь шоколадница, но уже все – в дом, то есть... А пытаюсь вести технологию. Вот для меня самозадленный человек принимает такого, что именно родственник-приниматель, большинник, самозанятый, консультант, типа мы с вами, да? Это нотарицы всему миру. Место, которое... то есть офис без дверей года не может быть для собой. Второе – рассуждать на аутентичности. То есть, да, насколько часто пользуются корси, очень часто пользуются корси, просто не умеют машину. Мне очень интересно видеть те ярких водителей. Они просто тут болтают очень много. А достаточно интересные те ярких людей. Кстати, те, кто им нравится, кто должен с этим поработать, и присылает вам информацию. Ваш таксист увлечен в Санкт-Петербурге. Мы с ним долго общались в Санкт-Петербурге. Он порекал. Потому что здесь не страны выходят. Поэтому он порекал. Возьмите эту аутентичность. Сейчас работаю с правдой, я даже использую фразу «Вы дайте искать отличия. Будьте с нами с собой». Особенно важно для человека, не индивидуально, который сам работает. У вас достаточно много индивидуальностей. К сожалению, компротивная рамка существует, индивидуальностей служает, индивидуальностей вашей компании, но индивидуальностей очень важная составляющая. Важный момент ответ ответственности и осознательности. То есть, как я уже сказал, человек, который строит свой бизнес через свое имя, не будет себе любить. Правильно? Если вы свое имя бросаете на чашку вашего успеха, если вы, ваш бизнес связан с вашими, вы будете проявлять сознательность. Она достаточно простая. Я все время думаю, почему нужен Путин, для того, чтобы вас всех позволять. И на опаде, когда я видел зимой, прошел снег, это маленький такой, метра 4, витрина магазинчика. Видишь, он подъезжает. Мерска-деск выходит. Я сидел в кафе, в основном все видел. Вылезает оттуда, чувствует хозяин, потому что там вокруг все запрыгали. В середине минуты он выходит с лопатой, хозяин, держит снег, у нас был. Хозяин. Самый хозяин. Он не ждет, с Адриарем, когда тот, накажет, прикажет, там, с центральным, строительным органом, областного, муниципалитета, кто-то придет. Он просто сделал, потому что ему важно. Потому что, чтобы клиент, который приходит в него магазин, чувствовал себя комфортно. Интересно, это край. Сознательность это очень важно. Чем это хорошо? На крайнейшем качестве сервиса. Нам зачастую нравится, когда мы ходим в парижские рестораны, где там же видят достойный хозяин, на кухне жена и наоборот, а дети и родственники проводят официально. Семей и девицы. То, что нам не хватает в среде обслуживания. Глобальность. Понимаем, сегодня, если вы написали себе в интернете, что мы забили аккаунт в Facebook, ВКонтакте, на YouTube, то, что, короче говоря, глобально. Все это, если вы предлагаете какие-то условия, словно, можете найти себе клиента для возраста к нему. Тоже важный момент. Тоже важный момент. Мы не ограничим, что в Москве, а в России можете работать с любыми клиентами на любой площадке. повышать. Сейчас есть очень важный момент, который, я считаю, развивается с его м Game, и сегодня мы с вами это развитием вашего персонального рета. Причем он полезен как и для и соучаствования в предприятии, так и для людей, которые берут часть корпорации. Напоминаю, я сейчас удивлюсь как счастье. Это очень важно. Я и не знаю планы вашего руководства, В первую очередь, свой лучший бренд, профессиональный бренд, это дело с большими людьми. Даже если вы их не видите и не знаете, то они очень хорошо работают своим профессиональным брендом, способны расформировать личности эмоций в год по результатам. Профессиональный бренд и успех, конечно, черты, это предпринимательское свойство. Руково развитой конфоренции я учился в 2001-2003 году, когда конфоренции, штабированные конфоренции, ценностью бизнеса. Тема предъявлялась как интро-принес, как лучший не предпринимательство, частью привоза выигрыша, не знаю почему, тема она предпринималась постоянно, как называют лучший не предпринимательство. И если посмотреть, даже человеку будут успешны, будут свои связи, если карьера пророс, но тот не предпринимает информацию. Он способен развлечить ресурсы, которые есть у него, конечно, результаты. Хотя нам такие прививки не очень нравятся и расчитывают. Мы не взираем, но как бы стараемся архитировать. Еще один важный момент, когда область человека, который четко во гармонии со своими личностями, профессиональными брендами, он четко распознает в этом виде. Так что человек, который заходит в аудиторию, сразу считывается, что это за человек. Какие-то первые ощущения создают, способен к этой четкой задаче. Понимание – это я, я его. У меня своя идея, у меня свои мысли, я способен вам дать что-то интересное и яркое. То есть, естественно, развитие любого дела, в том числе бизнеса, любого проекта, а это очень много, у меня, допустим, социальных бизнесов, среди стоп-тамов появляется, любого проекта, возможность вашу предпринимательскую энергию, потому что там первое – увлечение людей. Особенность способность коммуницировать, способность рассказать, объяснить, что вы ждете от людей. Как работают санавлены? Наверное, просил тебя пару советов дать. Ну, работают в методике 4D-брендер, созданной моим учителем, репортером Томасом Гэном. Человек вам неизвестен, но вы знаете, что в том делу, кто вызвал с телефонами Nokia? Как раз? Все. Да, Connect People – это трафик, который я придумал. Почти 20 лет назад. Вот. Во всяком случае, предприниматель, который позволяет работать, в том числе для персональных правил, состоит из 4-х дверей. Пусть 3 дверей. Потому что они дают возможность показать всю парноту личности человек. Не только функционально, что я доделал, а также раскрыть, а также раскрыть, на каких принципах вы занимаетесь с людьми, на каких принципах вы увлекаете. Дать понять, чему, я, как человек, как личность, могу вас получить, что я могу вам дать дополнительного. У вас огромный опыт у каждого, присутствующего здесь. И не только в маркерской сфере, я уверен. Я говорю о персональном мнении, я говорю о персональном мнении, сотрудники любят принимать, я говорю о человеке, потому что человек более широкое понятие, чем сотрудник, чем предприниматель. Я говорю о персональном мнении. Мы наконец-то в том для измерения, это, кстати, Павелс, обращающий и предприниматель, подняться на текущих делах, на наличие какой-то большой, высокой идеи у человека, который, по сути дела, способен сделать принципиористность и вызову, так сказать, при человечестве. Как думаете, да? Я немножко по подробнее скажу, когда вы думаете о функциональном мнении, а что вы умеете делать? Вот что вы умеете делать? Как же за можно привести? Самый сложный вопрос. Как и странно, это и нет. Здесь, скорее всего, нужно, первое, понять нормальные навыки, да? Дальше понять, а вот что это нормальные навыки, да? Допустим, у меня есть навыки, я умею делать презентации. Ну, так получилось, что навзал этот навык в результате работы. Особенно, это не самая лучшая моя реальность. Да. Я умею делать презентации. Что такое презентации? Презентации – это инструмент коммуникации. То есть, за счет презентации я могу создать более четкие коммуникации своих каращиков, допустим. Вот этот цель, который я могу принести, это мое умение. Так, если умение ремонтировать туалет – это тоже хорошее умение. За допустим, в группе Северной Италии я могу провести прекрасный вечер, создать неприятную атмосферу, заодно отформатировать ваше самозу. Как минимум, когда вы задумываете, вот когда работаем над основным проектом, по уровню большого проекта, мы здесь оставляем прошенстить вот эти навыки. Потеряны, часть от них мы приобрели в детстве и потом их потеряем. Потом я ему скажу, что здесь какие-нибудь, да, до сих пор под закрыткой прянушки стоит, да, фортепианы, где-то в углу стоит, там уже, где-то, где-то, как-то. Навык, это тоже могут быть, частью социального измерения в доступности объединять людей. Потому что здесь не просто способность взаимодействовать с людьми, здесь нужно понять, какие были дни в отношении взаимодействия. Занимаясь там, установкой продаж в Сахарвалии, я понял, что надо, взлетать в воздух, ну что, в большом степени все это было, да, на данном, что раз в кремле находят разные Сахарвалии. Если один Сахарвалий не приспался, ставишь другого, то это просто на женщину меняешь. Уже совершенно разные отношения можно увеличить для версий продаж. В таком случае, здесь не просто понять, на каких принципах меня любить, но кого я обменяю. У каждого, у каждого из нас есть свой дух, людей, которым комфортно работать, объединяемся мы на принципах ценностных, в первую очередь, все наши близкие люди, люди, которые потеряют ценности. Не обязательно научиться, если работать. Наконец, ментальное измерение, способность влиять, способность становиться ментором, развивать людей. Кстати, у консультантов, у всех, кто занимается консалтингом, это измерение, очень сильно развитие. Они перегружают и превращают себя в заручек, которые готовят. Пусть ремонт делали. Мастер такой пришел, сказал, давай не будем делать ремонт, но вы не будете помогать, я вас научу, чтобы больше не приглашали вам мелочь, чем мастеров, простейшие какие-то как критику укладывать. Лучше сделайте сами, а лучше не выгодить систему делать, чем одну критику укладывать. Он меня учил. Естественно, я сформулировался, потому что у меня леди это делается. Почему развивается этот сервис, нам просто леди это делать, а у меня лучше передать какие-то знания сайты, найти престолу можете предать. Это тоже важность вашего успешного санглаба. У меня есть четвертое зрение, которое встречает выговоры духовно, но здесь скорее надо говорить о миссии, как делать истин, что с не поменять мы не верим. хотим конслировать через то, что мы делаем. Я, допустим, к вере в то, что бизнес может быть создательным, то, что он способен зарабатывать и делать планету лучше. и в том, что это позволяет вам целостно представить себя как личность. Я могу создать скид управлять собственным проектом автор и полностью прописана методика, как это делается. У меня просто 30 минут если вы говорите. 40, да? 45, да. да. это не просто часть задачи, которые стоят перед тем, кто наметил в себе веках развития самозанят предпринимательства, в том числе успеха менеджмента компании. Заниматься не надо. В общем, я верю. Я верю в человеку. не знаю, не знаю. Каждый день назад я утверждал, я был в этом здании, вот этот 24, по поводу у меня был диреком устрателем агентства социум-медия, агентство моего клиента, и они меня попросили по поводу поддерживания в акции социальных сетях. В этом здании были переговоры, и так далее. Утверждал все технологии, они борются всех насилий. Сегодня я утверждаю, человек способный понять себя и усилить его оплату другим. Как вы себя делаете будущее? Потому что вам прекрасно. Спасибо. Может быть какие-то вопросы? Да, может быть терпение для вопросов. у можно быстро встретить персональный проект? Посмотрите, да, сейчас есть одно заслужение, и спасибо за вопрос, что наличие страницы есть в персональном порядке. это большая ошибка все есть канала коммуникации. Вопрос у нас сначала любая коммуникация есть маркетологи коммуникации коммуникации и паршки и все нормальные для того, чтобы вести коммуникации вам надо иметь в виду смысл, которое вы транслируете. создание платформы и измерения и смысл, которые захватывают для коммуникации. за вложение искусства выдачу легко устраивать набор сообщений то, что называется рисунт или по-русски это будет причина есть то, что вы говорите, потому что только персонал это я я я я я я я не я я излечу а я не на м вы не не м я не Мы когда начинаем работу с основным брендом, подавляем маленькие упражнения, хорошо? Все готовы. Закройте на секунду глаза, на случай на мистическую. Не беспокойтесь, вас не снимают, все хорошо. Представьте, что вы стоите на сцене. Вас светят софиты, слепят, жарные, вы чувствуете своим лицом. В зале сидят ваши родственники, друзья, одноклассники, коллеги по работе. Теперь, что они от вас ждут, чтобы вы сказали? Вам рассказать одну фразу, которая будет понятна и применена всей этой любви. Придумали? Действия у вас, как я, от вас, все, одинаковые. Чтобы они, да-да-да, мой друг, мой родственник, мой коллега, мой партнер, так и так далее. Вот профессиональный бренд – это способность ввести ясные смыслы всем аудиториям, но по-разному. Я не могу их транслировать, я лично была. У меня в шансе миру не приходит. У вас прекрасная память, скажут мне, и так далее. Да, вы другие вопросы не отвечаете. То все равно базовые ценности, которые вы не себе достаете на сцене. И это ценности для дома, для работы, для друзей, для одноклассников. Особенно для простых людей. Это примерно 20 лет мы систематизируем свои ценности. А потом, как я говорю, ценности человек не меняет, он только их по-разному там будет. Кстати. Но в нашем процессе, конечно, для этого надо пройти, чтобы выстроить систему, и дальше уже, на втором году уже будет возврат. То есть мы говорим, конечно, все это. Что же мы сами, да? Если брать дезиномерённое циничное влияние, то нужно для того, чтобы ваша жизнь была эффективнее. Для каждого и для каждой инфективная жизнь совершенно разные вещи. У нас есть клиент, женщина, которая подказала, спасибо вам. Я, конечно, построил свою семью, успешное место и так далее. То есть для нее была задача совершенно, да, и бизнес, успешная семья. Для нее это был комплекс в день. Поэтому, на самом деле, это не только для того, чтобы продвигаться на карьере, и на работу, чтобы на работу смотреть жизнь. Даже меньше. Вы знаете, где больше всего проблемы в своей жизни? Постель. Постель, да, с утра. Так, спасибо хорошо. Спасибо вам, спасибо за ваше внимание, спасибо за просмотр.